Девушки отдыхают В этом ресторане главная проблема – это текучка кадров. За те полгода, что я здесь работаю, каких только увольнений я не видел. Я заказывал цукини! Это, по-твоему, цукини? Да я... Ребят, я забыл заменить стоп-лист. Мидии заказали. Вот. Это теперь твое место. Располагайся. Ты придурок. Ты что делаешь? Кто так рыбу разделывает? Кто? Кто? Кто рыбу разделывает? Я тебя спрашиваю! Но желающих устроиться тоже хватает. Одни уходят, другие приходят. Круговорот поворов в природе. Новенький. Здорово. Новенький? Ага. Макс. Алекс. Это Федя. Сенька сибанулись. Садо мной также шутили. Для прохождения службы прибыл. Тын-дын. Виктор Петрович, у меня хорошие новости. Ага. Пришли результаты МРТ вашего. Ну, красота. Просто глаз не оторвать. Молодец. Быстро устанавливайтесь. Значит, можно на работу? О работе придется забыть минимум на два месяца. Как на два месяца? Так. Две недели у нас, потом домашний режим. Отдыхаем. О, здравствуйте. Виктор Петрович, к вам посетитель. Кто еще? Говорит, какая-то ваша знакомая. Елена Соколова. Черт! Я не хочу ее видеть. Я не могу. Скажи, что меня нет. Что я умер. Вот. Ага. Ладно. Как он? Нормально. Но состояние тяжелое. Почти не приходит в себя. А что же вы мне сказали, что можно? Ну, на немного можно. Ну, я только посижу. Да-да. Тихонечко. Конечно. Дорогие мои, не буду от вас скрывать, потому что вы моя семья. Мы в глубокой заднице. В самой ее сердцевине. Врачи сказали, что Виктор Петрович еще полтора месяца не выйдет из больницы. Да. Ну, и что? Мы без капитана полгода ходили, когда его в порту в Зимбабве забыли. Но пока он не выйдет, если он вообще выйдет, у нас просто обязан появиться новый шеф-повар. Поэтому позвольте мне представить вам нового шеф-повара, кулинарный гений из Европы, человек, покоривший Париж, рожает земля русская гениев, редко, но рожает, прошу, Рокоссовский Александр Сергеевич. Приятно познакомиться. Очень много про вас слышал. Я не повар, я швейцар. Слышишь, Доролей, это швейцар новый. Не видно? Маршал в Рокоссовске где? Я здесь. Вообще, обманчиво как, первое впечатление, да? Кажется, что и молод, и невелик, и может быть даже где-то глуповат, но это не так, это не так. В 15 лет вот ушел практически по шпалам в Европу и там сделал карьеру. Так? Ну, вы мне льстите. Я обычный ремесленник. А вот девушки у вас в ресторане настоящие богини. Даже как-то непривычно с вами так разговаривать. Я поставлю цветы в вас. Вы должны бороться за эту жизнь. Цепляться за нее. У вас такая дочь потрясающая. Ну, сделайте это для нее. Ну, и для меня. Что такое? Я не знаю. Я ничего не делала. Я сидела и разговаривала. Выйдите, пожалуйста. Конечно. Я ничего не пробовала. Виктор Петрович, вы же чуть не спалились. Это что? Это вообще как можно так врать? Вы должны цепляться, говорите, за эту жизнь. Ради меня. Успокойтесь. Все же это вы. Я понимаю. Успокойтесь. Ты еще один. Я не хочу. Коль, сделай для меня одолжение. Однажды мы с друзьями застряли в вальпах. Остановились в захаусле деревушки. Есть хотелось так, что один парень чуть мой кожаный ремень не съел. И тут я случайно нашел банку тунца и решил сделать деревенский салат. Значит, так, берем лист салата, грубо рвем, просто вот так. Затем добавляем перепелиных яиц, парочку помидорок черри, немножко тунца, немножко оливок, базилик, картофель, конечно, как без картофеля. Поперчим все это дело. Заправляем оливковым маслом. И затем все это аккуратненько мешаем. Выкладываем на тарелочку. Оп. Пробуйте. Это должно быть вкусно. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Да, наверное, не одну сотню задниц пересылал, прежде чем 22 года шефом. Или папочка помог. Во-во. Если бы у вас был такой же талант, как у него, вы, наверное, тоже чего-нибудь добились. Ага. Я бы меня посмотрел, что бы он добился со своим талантом на заводской столовой, где я начинал. Угу. Погоди, ты же в Метрополе начну. А, это Лёва в Метрополе. Для того, чтобы Биорнес не застаивался и не расслоился, перед тем, как сбивать, дай ему постоять две минуты. Я это называю Биорнес Думает. После этого ты приготовишь его гораздо быстрее. А, заверни фольгу. Фольга, она запечатает аромат трав в рыбе. Неплохо. Спасибо, шеф. А, ладно. Для тебя я просто Алекс. Ты где готовить учился? В армии. Полтора года на пищеблоке. О, в армии еще чему-то учат? А ты не служил? Да не, я дезертир. Вместо армии службу на европейских кухнях проходил. Рокоссовский не служил. Но, между прочим, тебе тоже надо было сбежать. У тебя есть потенциал? Еще какой. Звал? Да, заходи. Выпишь? Да я вообще-то на работе. Да ладно, шеф разрешает. Слушай, а расскажи мне о наших девушках. А то я что-то застоялся. Хочется драйва. Ну, Саша та, которая блондинка со мной. Понял. Девушка моего друга, мой враг. Да ладно, в хорошем смысле. А вон та, рыженькая. А, это Настя. Она с Костей Бармановым. Ясно. Слушай, а вот это, Луи, с кем? Да ладно, шучу. Слушай, а вот директор наш, Вик, по-моему, она с кем? А уже ни с кем. А, ну ничего, симпатична. Ну, конечно, старовато, но с ним можно пару круассанчиков завернуть. Да ну. Я бы на той месте с Хостом замутил. А, Хостес пройденный этап. Эти крепости всегда падают первыми. Ну, вообще-то, вас гости звали. Ну, скажи им, что я очень и очень занят. Не-не-не, не сейчас. Офигеть. Первый день в ресторане, а уже с Хостом замутил. Сеня с Веди год ее добивается. Она им даже телефон не дала. Ну, а мне-то как откажешь? Я же такой милый. Да еще и на Феррари. После каждого павшего бастиона я надеваю бусинку. Это уже третий браслет. Видишь вот это? Это моя гордость. Герцогиня Уэльская. Ну, а на Москву у меня вообще наполеоновские планы. Ладно. Я пойду поработаю. Жанна, этот в 10, этот в 11. Здрасте. Добрый день. Здравствуйте. Как Виктор Петрович себя чувствует? Вы знаете, уже лучше. Вчера даже приходил в себя ненадолго. Бормотал, правда, что-то про вас. По меня? Коля, сделай для меня одолжение. А что он сказал? Ну, знаете, я толком не разобрал что-то, типа, зачем она приходила, а потом что-то про вашу семью, мужа, обманщица, у нее семья. Слабым таким голосом, знаете. Ну, вы простите, я не все разобрал. Салют. Здорово. Кофе будешь? Да, нет, спасибо. О, тебя можно поздравить с воеванием новой крепости? Ага, помоги. Давай. Это наша Виктория Сергеевна. Да ладно. Да шучу. Это я заранее. Мы с ней вечером договорились встретиться, обсудить рабочий момент. Ладно. Ну, пошли работать. Виктор Петрович, мне сказали, что вы бредили. В общем, по поводу моей семьи. Я с мужем не живу. Давно. Сын вырос, и мы развелись. Давно хотела вам об этом сказать, просто не было подходящего момента. Утка в апельсиновом соусе. Наше новое блюдо. Попробуйте. Это будет хит. Цена где-то 40-50 евро. Рентабельно 70%. Неплохо. Неплохо просто. Хорошо. Тоже мне талант. Одно блюдо за два часа сделал. Я за час 40 блюд делаю. Вот-вот. Попробовал бы он так повыпендриваться, когда у нас запара на кухне. Точно. Надо устроить запару. Посмотрим тогда, как он побегает. Ага. Ну что же, я пойду. До свидания, Виктор Петрович. Простите. Я это хотел вас попросить. Понимаете, когда вы приходите, Виктору Петровичу становится лучше. Давление нормализуется, сердечный ритм стабилизируется. Что, я прям как валерьянка, что ли? Мне кажется, ему было бы приятно, если бы вы приходили почаще. Ну хорошо. Я могу вечером зайти. Где оливковое масло? У нас ужин начинается. Быстро на склад. Александр Сергеевич, что-то ты мне так живот скрутил. Можно я в туалет отойду? Ты иди, конечно. Хорошо. А-а-а! Якорь бьет в душу! Я чуть пальцы не отрезал. Где аптечка? Дилетант. Помощь нужна? Так, два цыпленка а-ля Форестиер, два бефа а-ля Мот и беф Бургиньон. Так, блюдо отнесу, сделаю. Где, ты говоришь, эти девушки сидят? За седьмым столиком. Ай, Лёва, вас срочно Тимур зовет. А, и иду. Все быстро в бухгалтерию выдают премию. Быстрее, быстрее, пока главдух не ушла. Чеки. Пятый стол на троих, восьмой по готовности, еще двенадцатый, первый и третий. Спасибо. У меня банкет. Салат и сыпы одновременно, горячие через час. И побыстрее не торопятся. А где все? Добрый вечер. Рады вас видеть. Добрый вечер. Проходите. Попробуйте, мидии сегодня, они восхитительны. Вик, мне надо с тобой поговорить. Пошел вон из зала. Вика, это, я хотел тебя предупредить. Вон. Чтоб тебя не развели, как дурочку. Тут один парень, в общем, хочет с тобой переспать. Ты не ведись на него, он врет. Ты про себя рассказываешь? Нет. Алекс хочет затащить тебя в постель. А тебе какое дело? Ну, я переживаю. А ты мне кто? Парень, жених, муж. Не твое дело. Где мой тартар? Сначала мой консомэ. Мой человек первый вышел. Так, где? Где спальники? Продолжаем работать. Консомэ. Ага. Так, иди сюда, будешь помогать мне. Не, я посуду мою. Ты как раз вовремя. У нас полно заказов. А где все? Не знаю. Так, поехали. Ты на холодном и соусах, я на горячем и супах. Работаем? Так, перец. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Салат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Салфетки. А, пари. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я у Джимми Оливера работал, мы за час по 500 человек обслуживали. Такая запара была, я себе чуть три пальца не отрезал. Круто. СМЕХ СМЕХ А молодой-то из шторма выбрался. Лев, ты где был? Тут запара такая, Лев. Меня кто-то в туалете запер. А вы где были? Я так понял, вы меня проверить решили, да? Да нет, вы что, у меня реально живот заболел. Ага, а у него реально пальцев нет. Значит так, старперы, у меня для вас отличная новость. Теперь у вас новый су-шеф. Это Макс. Как тебе по отчеству? Дианидыч. Всем понятно? Слушай, Алис. Ну, отлично, слушай, шеф, тем более у меня опыта мало, я не знаю, я... Да ладно, не парься, по ходу разберешься. И вообще, приказы начальства не обсуждаются. Сейчас смену сдадим, и сразу твое повышение отметим. Значит так, я приглашаю всех, проставляю за первый рабочий день. У нас в Англии такая традиция была. Угу, отличная традиция. О, Виктория Сергеевна, приглашаю вас сегодня на маленькую импровизированную вечеринку сразу после закрытия, прямо у нас в ресторане. Макс, пошли потанцуем. Да нет, что-то не хочется. Чего? Да настроения нет. Извини. Ясно. Олег, спасибо за приглашение. Я очень устала. Я поеду домой. Виктория Сергеевна, вы главная звезда сегодняшнего вечера. Вся эта вечеринка, она устроена только для вас. Я устала. Нет, сегодня ты никуда не пойдешь. Сегодня мы веселимся. Ну, я... Алекс, сможешь тебя на минуту? Да, конечно, братишка, для тебя все, что угодно. Алекс, ты что творишь? Да и о чем? А Вике не трогай ее, понял? Не понял. Те-то какое дело? Такое. Она моя. Сестра, в смысле. Твою. О, братишка. Так, я твою сестренку-то не обижу, поверь, ей даже очень понравится. Давай не будем свалиться, окей? Слушай, а давай ты не будешь указывать мне, что делать, а? Викуль, ты куда? Наш танец любви только начинается. Ну, пожалуйста. Ну, все, ну-ка, погоди. Это что? Макс! Все, Макс, Макс, все, хорош! Все, все. Ну, ты чего? За что он тебе так? Да так. Лавров, а у меня для тебя новость. Твоя новая должность – помощник мойщика посуды. Не устраивает Валя, понял? Макс! Иди сюда! Держи, держи. Сюда иди! А вы поглоти его по руке, расскажите, как вы к нему относитесь. Душевные разговоры на него очень положительно влияют. Доброе утро, Виктор Петрович! Как самочувствие? Игру-то смотрели вчера? Очень смешно. Человек без сознания, вы издеваетесь. Как без сознания? Давно? Ну, конечно, давно. А вы что, не в курсе? Нет. Пульс есть? Странно. Да вы же все нормально. Ну, спит просто человек. Странно. Спит. В реанимацию. Как это? Как это в реанимацию? Вот так. Ну, хватит, Лава. Хватит. Нормально все со мной. Нормально. Извините. Александр Сергеевич, вас гости зовут. Хотят взять автограф. О, супер. Так. А? Как на новой должности? Справляюсь. Ну-ну. Надо тебя завтра в дворники понизить. Добрый вечер. Хотел бы вас с автограф попросить. Да, конечно. Ручка есть у вас? Вот здесь, пожалуйста. Угу. Может, дописать сверху для кого? Да, дописать для военкомата. Хотя в повестке ты, сынок, уже расписался. Собирайся, Рокоссовский. Мы тебя четыре года уже ищем. Пора родине долг отдавать. Если б ты знал, как нам в армии Рокоссовских не хватает. Катерин Батон, как такое могло произойти? Кто знал, что его четвертый год военкомат ищет, а? Вопрос, как они его нашли? Черт, что знает. Черт, что знает. А может, стуканул кто. Может, по телеку где-то мелькнул. По фамилии, наверное. Она же у него приметная. Наверное. Да, наверное. Наверное, меня сглазил кто-то. Один шеф-повар в больнице, другой в армию ушел. Третьего, чего убьют, кастрируют. Ты. Ты шеф-поваром будешь? Нет, не будешь, да? Будешь? Не будешь. Да ладно. Надо узнать, чего там с Витей, когда он на ноги встанет, поползет, говорить начнет. Поздравляю. Ты снова повар. Повезло мне. Мне, наверное, суперский ангел-хранитель. Саша, иди на свое рабочее место. Вы не подумайте, что я постоянно вру. Да ну что вы. Какая гречка. Я ведь до того, как узнал про вашу семью, на самом деле был без сознания. Но ваш рассказ просто вернул меня к жизни. Это вы еще не знаете про моего любовника. Да, и сына внебрачного. Ну ладно. Виктор Петрович, к вам какой-то мужик рвется. Какой? Говорит, что вы ему 200 тысяч должны. Ну пускай! Здравствуйте. Тихо, тихо, Тимур. Виктор Петрович не пришел в себя. Можно не кричать здесь? Хотя бы сто. Я же говорил. Тихо ты. Ушел. Да и дайте. Во тебе. Стоп. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok